здравствуйте хочу презентовать вам новую научную теорию которая давным-давно уже перешла на практику много лет я занималась исключительностью человека что им движет что к нему притягивает а что отталкивает конечно на эту тему работали тысячи психологов создано уникально гигантское количество тренингов но то что я вам хочу сегодня предложить это эксклюзивно и так я специально искала такого человека который в своем обыкновенном состоянии абсолютно нейтрален рядом со мной девушка на мой взгляд очень хорошенько и замечательно но она себя не любит как и многие женщины у нее прекрасное образование замечательный интеллект неплохая охватка юрист продуктивный специалист востребованный на рынке юридического дела но магнетизм линки практически никакой при хорошем то интеллекте и с этим сталкиваются очень многие люди очень многие из вас добились результативности профессиональной но при этом нету магнетизма почему да потому что вы вышли за пределы своей врожденной харизмы и что я разработала на основе своей археопсихологии которую именно так и называю архео то есть глубинная основе археопсихологии я увидела что противоположный пол выявляет всего лишь пять ведущих альфа состояний вот о них я и хочу вам рассказать если ты вернешься свою личную врожденную харизму что такое харизма харизма дар божий если ты вернешься свою харизму и ничего не надо будет делать кроме того чтобы только сохранить ее потому что в ней есть все это твоя миссия быть таковым какой тебя создала мать природа господь бог космос вселенная родители эволюция все что угодно можешь говорить но тебя создали таким уникальным что попортилось в твои воспитания вложились тебя делали и переделывали а потом ты начинаешь себя тоже делать и переделывать на основе разных тренингов книг интернета замечательных прекрасных мудрых вспомогательных механизмов и все это приносит результативность всего лишь на чуть-чуть сейчас я из тебя настя буду делать вот эти пять замечательных объектов влияния исходя из этого ты сама увидишь кто ты есть ты поймешь свою харизму да это очень интересно самое главное ты вернешься в тот исток который тебе подарил сам высший творец мы не знаем кто это кто-то говорит бог кто-то эволюция кто-то мать природа кто-то родители по сути кто такой человек человек это последняя модель своей эволюционной ветви самая лучшая модель вдумайтесь так не надо ее портить ведь сам факт того что мы существуем это доказательство успеха когда-то папина клеточка была настолько успешно что взяла в плен мамину клеточку и вот в этой вспышке рождаемся мы это и есть самый потрясающий механизм созидательности будем возвращаться в альфа-состояние в свое предначертанное с харизмой с творением в котором все есть все методы и все стратегии успеха самое главное магнетизм как там говорили не родись красивая ради счастливой а я перефразирую родись какой угодно но не порти свое врожденное состояние альфа в нем есть все ты альфа своей жизни будем делать возвращение к истокам вот что я трактую как я уже сказала существует всего пять альфа состоянии которые замечают противоположный пол и у мужчин также всего лишь пять альфа состоянии и у женщин также всего лишь пять альфа состоянии и я конечно же для нашей настя делаю те объективные альфа состояния которые заметны противоположному полу но для работы потому что где мы еще находимся мы все время на работе но где нам еще знакомиться либо на работе либо по пути на работу либо с работой правильно ну в общем то все так живут либо на каких-то досуговых мероприятиях которые у нас крайне редко бывают и так я готовлю пять альфа-состояний на том красивом лице насти которая не привлекала к себе противоположный пол а теперь вы будете выбирать кто же у нас настя из этих пяти объектов угадываемых в противоположном стане заинтересованных мужчин первый объект это подруга женщина подружка то душевная жилетка которая обычно выслушивает мужчин и и поверьте мне если бы наша настя была в этом альфа состоянии рождена она была бы очень харизматична выбирать вам первый объект подружка мы не ставим своей целью показать вам совершенство майкапа или дизайнерского искусства наша задача показать разные объекты влияния мы занимаемся архипсихологии архио глубина корни истоки древнее могущество в каждом человеке она есть объект номер два женщина уют это те женщины которые создают домашний очаг куда мужчины возвращаются и практически все мужчины мечтают об этой женщине тишине женщина которая как домашнее тепло очага выслушает умиротворит успокоит женщина уют женщина тишина второй объект влияния но мы держим интригу кто у нас настя мы не скажем вы сами решите кто она по своему археотипу альфа состояния творца это то состояние с которым каждый из нас родился второй тип женщина тишина женщина уют наша цель показать вам археопсихологию разные альфа состояния человека которые улавливаются противоположным полом мы не создаем дизайнерское искусство мы не создаем стиль моду нет мы показываем объекты влияния и настя третий объект мы держим интригу кто же она по археотипу по своему истинному альфа состоянию в котором родилась в нем есть все притяжение сила все стратегии успеха а самое главное в нашем альфа состоянии мы нравимся противоположному полу женщины нравятся мужчинам мужчины в своем альфа состоянии очень нравится женщинам и не важен твой статус третий объект гламур или не холеная ухоженная уважающая себя женщина следящая за временем ну что ж мы представляем вам четвертый объект я говорю я говорю всего лишь о пяти объектах которые выделяют наши внутренние поисковики у людей есть некий поисковик который выделяет из общеусредненной массы именно то что точно что насыщено харизмой и вот он четвертый объект женщина воля воля во всем женщина нарушающая преграды воля вольная во всем во взглядах в мнениях в представительстве в этот мир конечно никто не отменяет культуры и морали но это женщина воля четвертый альфа тип ну что ж мы с вами закончили пятый альфа тип альфа созидающий там где много харизмы творящий успешный магнетичный альфа состояние или альфа типы только эти пять типов угадываются противоположным полом и обществом и если люди не угадывают эти типы в человеке они вообще не видят человека ну что хорошая женщина хороший мужчина и не более что-то среднее что-то бумажное что-то серое из общей массы среднестатистическое пятый альфа тип это леди босс та которая знает все знает как управлять знает как делегировать полномочия владеет культурой этикой и самое главное знает как справиться с любым событием таких женщин ищут а таких мечтают я показала вам пять альфа типов выбрав настю мы держали интригу какая настя по своему врожденному альфа типу какую анастасию создал господь бог или природа где в ней наиболее много харизмы творящей созидательной для жизни чтобы все состоялось где в ней больше всего магнетизма настя прошла эволюцию из пяти состояний настя ощущала себя в разных пяти состояниях и настя знает какое из них ей наиболее родное она это прочувствовала конечно мы все делали на скорую руку конечно мастера прикладного искусства красоты сделают это все более точно у меня такие есть конечно мы делали это по-быстренькому специально показать вам что это все для жизни можно подобрать и другую одежду и другой мейкап но я делала альфа типы чтобы показать вам разницу созидательных состояний врожденных у каждого человека в истоке только его альфа тип который он на протяжении всей жизни портит портит ломает мешает смешивает и отходит от него тем самым теряя свой магнетизм успех искусство созидать и понимание о жизни потому что находясь в одном из пяти альфа типов в своем в родном ты знаешь о жизни все и ты можешь ее делать буду рада помочь в дальнейшем в дальнейшем выжимая в дальнейшем в дальнейшем Продолжение следует...